Маленький домик, русская печка, пол деревянный и далее по тексту. Вот оно счастье. Вовсе нет, если речь о семье Филипповых из Фурманова. В 2000 году они после пожара получили от администрации этот дом. Здесь и жили около 10 лет, пока не стало опасно. Печка вся развалилась, пошла, прямо пошла. Ее бесполезно, ее надо полностью перебирать. Кирпичей там нет, ничего нет. Внутренности убрали, по бокам одни трещины. Трещины очень большие. У нас денег нет отремонтировать. Управляющая компания это все видела. Приезжал в Штанов, сам лично тоже все это смотрел, сам тоже все фотографировал. Что толку-то? Жить можно. Жилье пригодное для переживания. В семье сейчас трое детей. Все прописаны в этом доме. В пятером на 31 квадратном метре. Наталья писала уполномоченному по правам ребенка, в соцзащиту, даже президенту. Ответ один. Спрашивайте с местной мэрии. Сначала мне сказали, стань на улучшение в жилплощади, и потом у тебя совсем другая программа пойдет. Я встала. 209-я стою на улучшение в жилплощади. Но факт то, что у нас жилье не строится и очередь не двигается. У меня уж ребенку 14 лет старше, как я все с ними. Жить здесь невозможно, поэтому семья переехала к родственникам. Но надежду не потеряла. Ждет от управляющей компании ремонта помещения. Крыши и стены дырявые. Управляющая компания наша городская отремонтировала нам фасад дома. Хотела фундамент сделать, но, видно, нет денег. Вот у нас фасад дома. Ткни палец-то прямо в комнату туда. Рамы все гнилые. Шифер у нас на крыше весь гнилой. Тут дети гуляли у меня. В 2010 году влага они забежали покушать. Прямо лист шифера сюда упал. Они только на крыльцо убежали. В Фурмановской мэрии нам ответили, что в 2000 году, когда семья заезжала, дом был хорошим, пригодным. С тех пор прошло уже больше 10 лет. Власти периодически сюда приезжают и разводят руками. Перед Новым годом была комиссия. Приехали, нафотографировали опять тут нам все. После Нового года пришло письмо мне, что якобы отстань от нас. В магазинах все есть. Белила краски и ремонтируюсь сама. Якобы в администрации денег нет. По мнению мэрии Фурманова, к ним у Филипповых не должно быть вопросов. Многодетная мать сама жилье запустила. Теперь нечего жаловаться. А по крыше так это к коммунальщикам. На Минградском мэрии предпринимаются меры по надлежащему собережанию поднимаемого именно муниципального живого помещения. В ходе осмотра жилого помещения в администрации Фурмановского муниципального района были выявлены следующие нарушения. Потолки, сгорченные в комнате, имелось участки отслоения штукатурных слоя до грамки. Все накленные обоями с участками повреждений и отслоений. Что делать семья Филипповых не знает. Жить здесь невозможно, а больше негде. Ремонтировать рассыпающийся дом изнутри бессмысленно. Власти не слышат, коммунальщики не помогают. О том, чтобы дать многодетной семье другое муниципальное жилье, даже речи почему-то не идет. Ждите очереди, которая не двигается. Полная безысходность.